«Соль l'amour permet la jouissance des condescents au désir» «Только Любовь позволяет наслаждению уступать желанию» Так утверждал же Аблакан в семинаре о тревоге Любовь — это глубокое чувство привязанности одного существа к другому Часто прекрасное и сладостное, и столь же часто трагическое и жертвенное Почему обстоит так? Потому что Любовь, понимаемая в регистре воображаемого Универсальная, древняя, однако для каждого субъекта особенная и первооткрытая Любовь, принятая как средство, позволяет субъекту связать его наслаждение Как реальное с желанием, которым он обитаем Согласно символическому закону человеческого бытия Традиционная и зачастую религиозная мораль Выстраивается вокруг убеждения, что Любовь — это самопожертвование для другого И вместе с тем, нередко показная, избыточно сентиментальная Любовь Скрывает гораздо более искренние чувства Вам что уже? И Лермонтов не угодил? У вас другие любимые авторы? Как мы можем видеть в повседневности, субъект часто стремится любить объект Наиболее подобный его образу Или такой, каким ему хотелось бы себя считать Кого ты видишь? Ну, не знаю Современные моды с Вивенди позволяют не без относительного комфорта Обустраивать жизнь тем, кто желает остановить выбор на зеркальных отношениях И в то же время верно, что лишь познав настоящую Любовь к собственной Личности Человек может прийти к зрелой Любви Которой объединяются эгоизм и альтруизм Чувственность и нежность Ясно то, что Любовь не ориентирована на конкретные объекты и материальные блага Это очевидно у детей, чьи требования подразумевают просьбу знака Любви О котором подарок будет свидетельствовать Романтический идеал связан с воображаемой репрезентацией Любви Как взаимности в акте абсолютного слияния с партнёром Со второй половины, как в мифе об андрогене и спирах Платона Однако, вопреки мечте, Любовь всегда, тайно или явно, отмечена двойственностью Сперва Любовь возникает в оппозиции с безразличием Затем она составляет парус ненавистью Энаморацию Или же пассион де линеранс Страстью её бежать Субъект также может иметь смешанные чувства Чувства, которые объединяют глубокую Любовь И не менее мощную ненависть к тому же лицу В строгом смысле можно определить такое отношение, как амбивалентность Фрейд отмечал, что сексуальное влечение состоит из множества компонентов И оно сложно по определению Например, хорошо известен факт, что многие субъекты Не хотят тех, кого они любят и уважают Или же не могут любить тех, кого хотят Физическое измерение вожделения является проводником любви И любовь не могла бы появиться и проявиться без тела Однако человек постоянно задается вопросом о любви чистой О любви внетелесной и вечной Сложно говорить о любви однозначно Ведь уже древние греки разделяли Агапы, Филию, Старге и Эрос С момента введения гипотезы о влечении к смерти Фрейд часто использовал греческое слово «эрос» Чтобы описать все влечения к жизни Включая сексуальные побуждения и стремление к самосохранению Термин «эрос» у Фрейда обозначает не только лишь сексуальность, но и пульсацию жизни Он охватывает широкое поле От перверсии до сублимации А говоря о любви в психоанализе, следует скорее обратить внимание на то, что разделяет любовь и желание Есть старый анекдот В клубе объявлена лекция о видах любви со слайдами Пока лектор во вступлении говорит банальности, зал не слушает и требует начать показ видеоряда Скандирует слайды, слайды, слайды И тут лектор объявляет А еще бывает любовь к родине А теперь слайды Этот анекдот хорош тем, что лаконично вскрывает ряд важных вопрошаний о любви А именно, может ли любовная греза вести к воплощению кошмара? Насколько перверсивна любовь, навязываемая идеологией? Можно ли стать милым насильно для толп людей? Не будет иной верности, кроме партийной верности Не будет иной любви, кроме любви к старшему брату Впрочем, любовь все никак не удается вынести за скобки истории Ни человеческой, ни личной Секс можно отобрать или купить, но любовь получает только лишь в дар Какие бы ни звучали лозунги, сколько бы ни оголялись тела на экранах Любовь остается делом глубоко интимным Почему так волнительно чистосердечное признание в любви? Искреннее признание должно обнажить в субъекте правду и его желаний Подвергнуть риску отвержения и стыда Поставить вопрос о возможности взаимности Кого любить должен, добрый монстр? Можно ли сделать здесь еще один шаг и любить обезличенную правду? Хотели бы вы сейчас дать совет Богу? Фрейдовский императив «Во эс вар золь их верн» «Лаус сетей жидуа адвнир» «Там, где былось, должно стать я» Предписывает, говорит Лакан, путь к правде Однако сам Лакан в семинаре об изнанке психоанализа Иронизирует по поводу пристрастия к правде И предостерегает от любви Которая бы проявлялась лишь в следовании за правдой В симптоме И не отрекалась бы от производимого ею наслаждения Повергая тем самым в бессилие ее ревнителя В психоаналитической практике, напротив, важно то, что от анализанта не требуется истина От исчерпания всего бессознательного содержания В психоанализе лечение может окончиться неизлечимой правдой Правдой не без знания Это возможно, поскольку на месте правды в аналитическом дискурсе Находится знание о структуре А точнее об установленном структуре невозможно В смысле знаменитого афоризма Лакана Любовь — это давать то, чего у вас нет В психоанализе любая речь неминуемо касается любви Однако кем анализант может стать в конце лечения Как распорядиться способностью к любви в своей жизни Заранее знать не может никто Благодарю вас за внимание, дорогие друзья До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok